Задачилась этим вопросом, почему-то в Европе она состоит из вот этих продуктов. Очень быстрый и очень легкий. Please welcome! Всем привет, дорогие девочки! Я Мария Винникова, профессиональный визажист из Киева. Сейчас живу в Лиссабоне, Португалия. Это информация для новых людей. А сегодня у нас будет супербыстрый, суперлегкий ежедневный макияж. Макияж, который вы будете делать, я вам обещаю, 10, но 15 минут это максимум. И то 15, это если у вас работа по бровям, я буду проговаривать вам, на каких моментах можно, так сказать, экономить время. Очень мало продуктов используем. То есть это буквально там косметичка минималиста, вот она состоит из вот этих продуктов. Плюс макияж в контексте лета, чтобы все это было не слишком тяжело, чтобы все это фиксировалось, чтобы все это с SPF. Очень часто делаю этот мейк, потому что на прогулку с ребенком, куда-то выехать в супермаркет. Или просто, знаете, ты бывает, выезжаешь с утра, и потом где-то там обедаешь outside, потом где-то ты поехала, и тебе хочется просто нормально выглядеть целый день. И просто ты взяла с собой там какую-то, я не знаю, помаду любую, подправила потом чуть-чуть губы, и все. То есть этот макияж прям реально очень быстрый и очень легкий. Пишите, пожалуйста, что вам понравилось, как понравилось. Может быть, какие-то вопросы по продуктам и формат таких вот коротеньких видео, знаете, потому что тоже не всегда хочется на час там рассказывать. Я, может быть, быстрее бы вам что-то и записывала, если бы это было вот такой вот супер короткий формат. Вот, поэтому, please welcome, пишите, как вам, что вам. Приятного просмотра. Итак, дорогие, первое, с чего мы, конечно же, начинаем наши вселетние, ежедневные, вообще любые макияжи, это с санскрина. Супергуб Glow Screen, вы у меня уже его видели в видео про SPF. Получается, что он с таким блюр-эффектом идет. Он такой немножко бежевый и растушевывается в очень такую, знаете, подсвеченную историю. Вот а-ля фильтр, да, вот от Charlotte. Где-то, где-то это похоже, только это в другой форме, еще и с SPF 30. Вот, и все прекрасно, все замечательно. Растушевываем, смотрите, а там для жирных типов кожи есть отдельно матовые санскрины. У Супергуб вообще замечательные девочки, просто прекрасные. У меня уже девочки хвалили, которые с жирным типом кожи. Я прям вот встретила на ивенте девочку, и она говорит, что вот просто там с цветом, даже чуть-чуть с бежевым оттенком есть. То есть матовый, который классно вообще, просто можно соло даже носить, если вот нет времени, спеши. Смотрите, видите, он такой немножечко как бы с отблеском. Я люблю такое, я люблю на свой сухой тип кожи. Смотрите, девочки, обязательно шею делаем. Тоже проходимся санскрином. Я раньше, знаете, не уделяла этому внимания. Мне казалось, шея находится в тени. Можно не делать. Нет, все равно попадает йоев. Там кожа тончайшая просто, которая очень сильно не защищена, которая взрослеет быстрее всего. Я там остатками, я прихожу, знаете, по каким-то другим местам, которые есть. Вот. Даем немножечко впитаться. Сейчас буквально одну минуточку. Покажу вам еще интересный продукт уже от Супергуб, который я не успела в видео про успех показать. Крем под глаза у них специально есть с SPF. Вот такой кремчик, смотрите, называется Bright Eye 100% Mineral Eye Cream. То есть очень круто. Это 100% минеральные фильтры, SPF уже 40. Потому что, девочки, вот эти все наши санскрины, они не идут специально под глаза. То есть они все идут на лицо. Да, можно ими как бы наносить под глаза. Но вы знаете, я заметила, что у меня же чувствительная кожа. Да, вот от некоторых санскринов у меня прям печет. Прям печет зона под глазами. Хотя я туда ничего не делаю. Я ничего, я не знаю, там, ну как бы не отшелушиваю. То есть я туда просто все время дорогие крема, увлажнение, там, все, что только возможно. Ну, то есть как бы кожа не травмирована там, да, для того, чтобы как бы печь. Вот, а этот кремчик под глаза, вот он специально разработан, специально под глаза. Он тоже идет с таким вот блюр-эффектом. Смотрите, я его наношу не вместо основного крема под глаза, а дополнительно, девочки. И, ну, смотрите, тут, конечно, можно его вместо наносить, если вам, допустим, 25 плюс или даже ранее 30, да, там плюс. Но после 35 я прям настоятельно рекомендую прям конкретно уход под глазами делать, ну, такой прям, знаете, и усиленный. Потому что это наш залог нашей красоты, когда нам будет 40 плюс и 50 плюс. И, смотрите, остаточком я прохожусь по веку, потому что здесь тоже солнце, если сверху падает, да, сразу на веки все попадает, на верхние, и старится тоже там все быстрее. Вот, поэтому я с утра нанесла свой уход, свои обычные крема, оно уже все давно впиталось. И потом сожжусь на мейк, все, я сделала базу под мейк с SPF, кремчиком глаза нанесла, и все. То есть это, можно сказать, знаете, одно из самых таких длительных будет, как бы, операций, которые будут у нас сегодня происходить. Так, далее давайте берем любой тончик беру, вот, который вот у меня стоит. Вот тут у меня косметика стоит на стеллаже, просто под настроение. Давайте сегодня хочу вам показать CC+, от It Cosmetics, который SPF 50+, и который идет с минеральными фильтрами. Вот, в летнем макияже я вам показывала, который идет такой более муссовый, более увлажняющий. Этот более матовый, чуть-чуть потяжелее, но он посильнее в плане SPF. Поэтому тоже наносим на руку, легонечко бьютиком, будем распределять так, чтобы он легонечко, видите, он даже хуже растушевывается немножечко, чем тот. Потому что там, знаете, такая текстура, которая, она просто такая, и вот она на коже уже расплылась, вот она уже распространилась. Здесь за счет физических фильтров, конечно же, такая посерьезнее текстура, но не слишком тяжелая, потому что молодцы. Они, они разрабатывают так прям, знаете, чтобы было людям для жизни. Все-таки жара, когда, да, вот ты не хочешь, чтобы у тебя там была тонна пирога как бы на лице. Поэтому все тонкими слоями делаем. Смотрите, она жирная типа кожи. Я могу рекомендовать этот тончик, но в очень тонкой растушевке, девочки, прям в очень тонкой, потому что влажным бьюти-блендером и очень по чуть-чуть набираем. У него хорошая степень покрытия, поэтому, знаете, вам там прям сильно плотный слой не нужен будет. То есть буквально чуть-чуть там, где вы понимаете, где вы хотите прикрыть, он очень хорошо покрывает. Смотрите, я даже остатками им, ну вот когда у меня ежедневный макияж, просто пройтись в магазин, на прогулку с ребенком, да, там или просто по делам поехать, я даже консилером летом могу не пользоваться. Вот этим тончиком вот так вот раз-раз прошлась. Знаете, как-то у меня меньше синячков под глазами летом. Я думаю, у вас тоже, потому что мы загораем и как-то, знаете, оно сглаживается. Я прям хэппи, потому что у меня эти синячки, конечно, достаточно сильные. Все, притягиваю на шею остатки. Сейчас посмотрим чуть-чуть, наверное, шею выровняю. Вот, потому что шея, вы знаете, у меня не сильно хорошо выглядит, поэтому я ее все-таки ретуширую тоже. Вот, притягиваю остаточками, все красиво выравниваю тончик. Так, и все, девочки, уже куда-то можно идти. Вот здесь вот еще вот эти места тоже проходимся. Вот, поэтому тончик такой, смотрите, для тех, кто хочет прям хорошую защиту, девочки, потому что понятно, что тонким слоем мы нанесли супергупость ПФ. Он там тридцатку нам не даст все равно, потому что слой очень тонкий. Этот мы тоже тонким слоем. Ну, дай бог, чтобы в совокупности там 20-30 нам было. ПФ это будет уже очень хорошо. Далее, девочки, смотрите, я обычно, мне хотя бы минутку надо дать впитаться тончику, потому что он должен зафиксироваться и так далее. Я прохожусь пока только по Т-зоне. Обычно тоже любая фиксирующая пудра, которая под рукой. Сегодня же Венши Призма Либра, которая в загарном оттенке. Пудры полупрозрачные. Я вам потом расскажу, почему в данном макияже это важно. Беру какую-то пушистую кисть синтетическую, в данном случае Morphe M611, вот такая прям большая. На коробочку насыпала, на крышечку. Все вот так вот, как обычно, легонечко. Я хотя бы себе эту зону фиксирую и немножечко по бровям пройдусь, чтобы немножко просушить и заниматься бровями, пока у меня фиксируется остальной макияж. Смотрите, у кого хорошие брови, девочки, у вас просто минус 5 минут минимум уходит, потому что такие брови, как у меня, где много дорисовывают, то есть ты реально на них тратишь время. Вот, поэтому вам повезло, у кого просто расчесал и пошел, и все замечательно и красиво. Вот, кому просто гелем оттеночным или прозрачным пришелся, и все замечательно. Так, потом я бронзер. Я в своих макияжах люблю очень бронзер. В ежедневных наношу с удовольствием. Возьмем от Сисли, тоже такой любименький, из прошлого года. Кисть берем угловую. Тоже у меня кисти все под рукой стоят. Зеркало кисти все стоит под рукой. Майкитко 04. Хорошенькая кисть такая, угловая. Все, набираю. Наношу на скуловую кость. Вы знаете, под настроение получается. То больше, то меньше, девочки. Поэтому это такое дело. Смотрите, есть люди, которые делают себе коррекцию полностью румянами, и все прекрасно и замечательно. Вот, это все может быть, смотрите, по себе, по настроению. Я еще люблю вот так вот пройтись, сделать себе на подбровные косточки поснимать. То есть, а-ля я себе уже сделала, подняла века, да, складочку заретушировала, и получается, что как будто с муки айз я себе уже сверху такие легкие сделала. И заодно просушила века, да, там у тончика какую-то легкую коррекцию носика сделала. Тут уже, девочки, не всегда успеваю пройтись, когда я спешу. Поэтому вот так вот. Все, я уже куда-то могу идти, даже с такими бровями, как бы, если мне действительно куда-то по месту надо выйти. В Португалии у нас тут очень все на лайте, здесь вообще можно ходить, мне кажется, в пижаме, знаете, и абсолютно все прекрасно. Беру, как обычно, свои любимые тени, и я уже себе их приспособилась. Так, знаете, быстренько делает лайтово. Смотрите, я же говорю, у кого хорошие брови, девочки, вам просто, просто, я не знаю, замечательно. Вот так вот, легенько. Я сильно не вырисовываю, как в наших каких-то, знаете, более сложных макияжах. Вот, и у меня есть гель оттеночный один, который от Charlotte я вам показывала. Он такой, знаете, с ним, ну, как бы, повозиться хочется, там, каждый волосочек прорисовывать. Вот, есть у меня от Anastasia, такой более лайтовый, более, там, знаете, такая редкая кисть. Она не так хорошо прорисовывает мне каждый волосочек, но я ею быстрее работаю. Вот, и этот гель, он у меня стоит всегда под рукой. Видите, вот, девочки, честно, не стараюсь, ничего особо, вот так вот, лайтовенько себе сделала. Я могу и так идти, но мне нравится, когда гелем, вот оно укладывается. Все, я этот гель взяла, две секунды себе сделала. Он со средней фиксацией, широкой кистью. Я просто себе подняла брови. И я даже второй раз не макаю кисть, я себе раз-раз все подняла и сделала. За это время, пока я работаю с бровями, у меня уже фиксанулся тончик. Немножко я уже вижу, что он такой получше стал. У меня тут один волосочек есть, который плохо укладывается. И я его, вот это вот, знаете, мусолю, его надо приклеить. Не хочу его убирать, жалко мне. У меня их и так мало. Поэтому все, могу чистым ёршиком пройтись, где я мазнула, например. Хопа-хопа. Или где я слишком вылезла. Все, я убрала быстренько. Как обычно, мне одна бровь нравится гораздо больше, чем другая. Скажите, у вас тоже есть такая история? Одна как-то и легче укладывается, знаете, и легче, и волоски там лежат как-то в нормальном направлении, а другая, другая. Но, девочки, я когда стала заниматься макияжем, то с удивлением осознала, насколько мы асимметричны. То есть живой человек, вот ни кукла, ни переделанная, там не с пластикой человек, все асимметрично. Глаза, веки, брови, даже носик, вот с одной стороны так выглядит, с другой так. Губы тоже у нас по-другому. И знаете, и это дает нам вот эту живость человеческую, которую ты как бы нигде не возьмешь. Девочки, у нас уже почти готов макияж, чтобы вы просто понимали. Берем или бальзамчик от Шанель, я вам показывала. Совершенно прекрасный, замечательный, очень удобно. И на щеки, и на губы, и на глаза. Все, одним все сделали, пошли красиво. Либо кремовая тень, кремовая румяна, любые. Илья, Вестман Ателье, Пикси, все, что вам нравится. Смотрите, вот так по чуть-чуть набираю. Это у меня номер... 0,3, 0,1... Опять, девочки, сори. Лайвли Роузвуд. Прикольный очень бальзамчик, девочки. Только он такой, знаете, он увлажняющий. Такая текстура, знаете, не текучая, да, вот он лежит. То есть жирным типом он может показаться немножко таким а-ля тяжеловатым на жиру. Я вам сейчас покажу, что делать. Потому что, например, стиковая румяна Илья, они по суше будут по текстуре, но они не так наносятся хорошо. То есть там надо кистью наносить, а тут ты буквально пальчиком взял и все нанес. Люблю еще в складочку века сделать, чтобы, знаете, освежение такое было. Вот эта текстура мне очень нравится на возрастное веко, потому что она увлажняет дополнительно. Она не дает вот этого перламутрового блеска, который подчеркивает нам все морщинки, металлического блеска. Это влажная тема. И на губы, девочки. На губы, причем, вот так, знаете, можно не стесняться выходить за контур. Мне нравится. То есть прямо вот так вот конкретненько. Вы знаете, к сожалению, у них там не очень много цветов, девочки, в этих бальзамах. Это я в Париж покупала весна. Короче, там, по-моему, или пять этих всего цветов и еще какой-то номер, может быть, первый. Вот скажите, кто-то мне писал из вас, что какой-то номер еще подходит на славянский типаж. И все, девочки, все. Там или слишком рыжие, или какой-то такой оттенок, но который подходит на medium skin tones, да, который более смугленьким девочкам. То есть реально почему-то на славянский очень мало подходящих там оттенков. Вот. Ну, вообще, в принципе, в косметике мало девочки, потому что светлой кожи ее, в принципе, в мире мало, а смугленькой больше. Поэтому бренды ориентированы на ну, на заработки, естественно. Вот смотрите, как прикольно это все выглядит. Сразу губки такие наполненные. Кому-то, если много блеска, промокнули салфеточкой, все. Все, девочки, я могу даже не делать ресницы. Я могу уже в таком виде куда-то идти. Все. То есть реально до 10 минут это занимает. Ты классно выглядишь, у тебя все стойко. Мы же пудрой зафиксировали, да? И, допустим, я с утра сделала, я куда-то выехала, и все, я могу целый день ходить, губы немножко подправлять. Взяла любую какую-то увлажняющую помаду или просто гигиеническую, или еще что-то забросила в сумочку. Все. Там где-то подправил, там покушал, поел, подправил, побежал. Все. Можно даже не делать ресницы. То есть это выглядит очень как бы так натуральненько. Такую фишку давайте я вам покажу. Я не знаю, видели все или нет. В шорцах я показывала, как зафиксировать румяна. Потому что, допустим, вот в таком варианте эти румяна не слишком долго носятся. Вот. И если на жиру, там, допустим, 25-27+, вот это будет выглядеть уже немножко, знаете, ну, гризи немножко уже будет. Обратите внимание, хайлайтер мы не делали, можем делать. Если есть минутка свободная. Вот. То есть это как бы база. А сейчас мы будем еще делать то, что если у нас есть лишних 5 минут, то мы сейчас зафиксируем румяна. Во-первых, берем опять кисть, которая для пудры. Чуть-чуть насыпаем пудру. В крышечку. И немножечко, буквально чуть-чуть мы набираем на кисть. Остатки струшиваем. Все. Проходимся вот так вот полупрозрачной пудрой, девочки. Поэтому рассыпчатую я рекомендую, потому что, если покрывающая пудра прессованная, то она может закрыть весь цвет. Вот смотрите, цвет есть, фиксация есть и такой слегка влажноватый блеск он остался. По-моему, отличненько. Вот, это особенно жирным типом, девочки, смотрите, все, пудра фиксанули, все прекрасно. Давайте еще сделаем ресницы. Давайте вот тоже тушь, знаете, сильно не заморачиваюсь, какая первая пудру попалась. Клиник, которая Hi-Fi Маскаран, которая одна из моих любимых объемных тушей. Очень мне нравится кисть тут. Она очень быстро красит. Это вы знаете, есть туши, которые, знаете, там, с ней надо поиграться, чтобы она там начала красить что-то. Это практически сразу начинает красить. Я обычно на ежедневной, знаете, сильно не выкрашиваю, то есть, я немножечко дала. Все, мне этого достаточно. Смотрите, нижнее пока не делаю. Сейчас делаю второй глаз. Вот, я люблю ресницы, мне нравится, потому что, как правило, у славянских типажей, вы же знаете, у нас кончики ресниц светленькие. Нам их надо прокрашивать для того, чтобы показать, что у нас есть ресницы, что у нас они красивые и длинные. Просто они светлые. У меня, несмотря на то, что у меня, как бы, видите, брови свои, там, они темно-коричневые, но все равно реснички такие, в концах тоже светлые и ничего не видно практически. Вот. То есть, конечно же, все это лишние две минутки докрасили, чуть-чуть тронула нижние ресницы и все. То есть, тушь тоже очень быстро. Смотрите, в конце каждого макияжа я стараюсь просматривать, если немножечко у меня в складочке что-то западает. Все, я вот так вот пальчиком прошлась. Пудры я не люблю, вы знаете. Но смотрите, кто-то себе пудру может позволить, девочки, если у вас жирный тип кожи, да, или комби, у вас плотная кожа, у вас не сушит зону под глазами, то вы можете там пройтись пудрой. И все будет хорошо, то есть, оно не будет делать вот эту, знаете, сухую поверхность, которая есть у меня, но оно сделает удержание вам лучшее, тонечко. Все, что мы еще можем, если у нас есть лишние две минуты, девочки? Сухой хайлайтер, любой берем, давайте Диорчик, ваш любимый, возьмем, что-то меньше его. Смотрите, на жиру рекомендую более сухой делать. Диор, вот этот четверочка, который розовый, он такой симпатичный. Смотрите, берем хайлайтер, кисть NYX 24, очень мягкая, я прям вот так вот это все делаю, вот так вот раз, мазнула, заодно и зафиксировала там, если что, раз, на носик, сюда, и все, девочки, и не навязчиво блестит, вот такими мягкими кистями, оно очень-очень тонко делает, то есть, ничего сильно не блестит, вы не будете выглядеть там в супермаркете, знаете, как там супернарядная какая-то история, хотя это тоже вполне может быть под настроение. Но если мы говорим про такой обычный ежедневный макияж, который вот у нас есть там 15 минут, на него уже с хайлайтером, уже с тушью мы все это сделали. и я стараюсь обычно даже в ежедневном каком-то варианте одевать украшения. Люблю кольца, но кольца, если честно, я сейчас одеваю для вас, чтобы это было более красиво выглядело. На самом деле, с ребенком или где-то в магазин я пуссотые одеваю, обычные, у меня там есть любимые, вот хотя бы пуссотые, вот как-то оно меня тоже, знаете, радует, украшает, ну хочется как-то выглядеть, знаете, нормально, даже, даже на пригулке с ребенком выглядеть незамученной мамочкой, которая уже очень устала от ребенка, что у меня достаточно часто бывает, а какой-то нормальной, такой, знаете, молодой, красивой мамы. Вот, поэтому макияж очень намного может в этом плане дать. Еще, девочки, я хочу с вами поделиться, я такое классное зеркало себе мейкап заказала на Амазоне, просто не нарадуюсь, посмотрите, оно такое тонкое, оно с подсветкой, так, где вот это у меня, оно с подсветкой, но я подсветкой не пользуюсь, это совершенная фигня, мне кажется, вот, оно просто, смотрите, здесь специальная такая штучка, она не ездит, ничего, то есть очень хорошо это все регулируется, я очень довольна, потому что я, до этого у меня было зеркало с Икеей, которое все время разъезжалось, вот там внизу, безумно раздражает, ты там поставил, куда-то отошел, оно падает, оно пугает, как бы, знаете, все, я искала долго вот такое вот мейкап зеркало, еще в Икеа, мне нравится такое, есть оно металлическое, как бы, стоит, вот, но у нас в Португалии, но у нас в Икее почему-то его именно нет, я, в общем, знаете, задачилась этим вопросом, почему-то в Европе не очень много вот здесь таких классных мейкап зеркал, да, и на Амазоне, вот с Америки, очень быстро доставили, оно не очень дорого стоит, кому интересно, я вам могу прислать ссылку, потому что я прям очень довольна, оно компактное, оно удобное, и прям вот приятно пользоваться, помните, что для макияжа, даже ежедневного, самого простого, очень классно, когда у вас есть место какое-то, то есть, вот вы сели, у вас тут красивое зеркало, тут стоят кисти, тут под рукой вся косметика стоит, вы вот так вот взяли, накрасились, то есть, все, вы должны организовать для себя все очень удобно, либо это в ванной, тоже там хорошее освещение, и у вас все стоит под рукой, и тогда это ускоряет нанесение макияжа, там в разы, в разы, в разы. Все, дорогие, это был наш простой ежедневный макияж, вместо бальзама Шанель вы можете абсолютно все, что вам нравится использовать, можете взять какую-то сатиновую или матовую не слишком сухую помаду, которой вы тоже сделали губы, сделали щеки и глаза, и все, и у вас монохромный макияж модный, трендовый, и вы уже взяли один продукт и сделали все, вот, вообще в современном мире все очень, знаете, направлено на облегчение жизни современной женщине, потому что очень много задач, очень много хочется все делать, и, ну вот, если просто говорить про контекст ежедневного макияжа, то это 10-15 минут, не более. Я надеюсь, было вам полезно, скажите, как вам, что вам, какие-то вопросы, может быть, и до новых встреч, до новых видео, ваша Мари. субтитры, 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 Продолжение следует...